И снова всем привет! Продолжаем гулять по Москве. В предыдущей части мы побывали на Останкинской телебашне и прокатились на монорельсе. Сейчас же оказались в районе метро Дмитровская и находимся на территории дизайн завода Флакон. Это такой креативный кластер Москвы. Здесь расположено множество интересных магазинов, кафе, студий, агентств и пространств для мероприятий. Как вы увидите, все это еще и выглядит довольно интересно и необычно. В описании под видео есть ссылка. Перейдя по ней, вы можете узнать точный адрес расположения этого места и при желании побывать здесь самостоятельно. Основной целью нашего визита сюда стала индийская ярмарка Дели Базар и давайте туда отправимся. Я здесь был по большей части за компанию и могу сказать, что по итогу мы купили здесь пару каких-то безделушек, несколько острых специй, пару коробок с чаем, рис басмати и сок манго в банке. Здесь, кстати, активно угощают продуктами и можно многое попробовать перед покупкой. Также здесь были представлены, как я понял, три заведения с индийской кухней и так как время приближалось к обеду, решили здесь и перекусить. Предлагается здесь рис с овощами, азу, самоса и какой-то домашний сыр. Вот то, что сейчас видите на экране, это стоит 400 рублей. Сейчас попробуем. Может, еще что-нибудь купим. Здесь еще лепешки продают. Домашний сыр написано. Вот он наиболее острый. Самоса тоже остренькая. Это картошка с горохом, а снаружи обернута тестом. Итак, купили еще пару лепешек и чай. Причем, что чай выглядит как кофе с молоком. Но нас уверили, что это все-таки чай. Сейчас попробуем. А лепешки у нас картошка с зеленью и мята. Действительно оказалось, что это не кофе. В данном напитке очень выражен вкус молока. Лепешка, которая была с картошкой и луком, она такая же острая, как и предыдущие блюда. При этом вкус зелени здесь очень сильно ощущается. В отличие от лепешки с мятой, где мяты вообще не чувствуются. Вкусно. После посещения индийской ярмарки решили вернуться обратно к монорельсовой транспортной системе и погулять по ВДНХ. Здесь вот мы были утром, прошли вот туда вот на остановку и на автобусе доехали до Останкинской телебашни. Сейчас мы находимся на станции «Выставочный центр» монорельсовой дороги. И сейчас пойдем вот в ту сторону. Все завешено строительными лесами. Ведутся масштабные реставрационные работы, судя по всему. Здесь вокруг фонтана каток уже залили. Ближе к фонтану уже не подойти. Колонны, видимо, которым только-только подвели электричество. Потому что там на входе были точно такие же колонны, но они без подсветки. Здесь вот такая карта. Мы зашли с центральной аллеи. И теперь немножко на северо-запад продвинулись. Нарисовано, что вся территория пешком проходится за 10 минут. Павильон Беларусь отреставрирован, судя по всему. Выглядит красиво. И там проходит белорусская выставка-ярмарка. К сожалению, заснять на ВДНХ ничего особо интересного не удалось. Здесь проходят масштабные реставрационные работы фонтанов и исторических павильонов. Да и стемнело, в принципе, довольно быстро. В следующей части мы еще раз побываем на Красной площади. И заглядем в парк Зарядина уже днем. А затем отправимся в Москва-Сити. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Увидимся в следующих роликах из Москвы. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова